Дрессировка и команды Дрессировка и команды Тренировки можно начинать с 5 минут, постепенно увеличивая время. Это принесет больший результат, чем заниматься с собакой часами. Шестое. Команды нужно произносить спокойно, добродушно, но настойчиво. Ни в коем случае не кричать и не ругаться на собаку. Семь. Давать лакомство только за выполненное упражнение или за попытку выполнить упражнение, даже если не совсем получилось. Но тут нужно знать меру и быть осторожными, чтобы не хвалить вашу собачку за просто так. И последнее, самое главное правило. Команда отменяет команду. К примеру, если вы сказали собачке, что ждать, то пока вы не скажете иди ко мне, она должна ждать. Если вы сказали сидеть, то пока вы не скажете лежать, она должна сидеть и так далее. Обратите на это ваше внимание и не давайте сразу несколько команд одновременно, а ждите, когда она выполнит одну, а потом только давайте другую. И она тоже должна понять, что пока не скажет следующую команду, то нужно продолжать ту, которую сказали. В заключении, если больше нет команд, можно сказать все. Или все, иди отдыхай, как мне говорят. Итак, поехали. Сначала научите собаку реагировать на имя или кличку, как говорят двуногие. Когда кормите, во время игр ласкаете, гладите, называйте по имени. Не называйте кличку, если хотите отругать и никогда не произносите ее строгим тоном. Очень скоро собачка привыкнет связывать ее с приятными эмоциями. Я сняла отдельное видео про команды, которым уже научилась я. Если у вас на экране не появилась ссылка на это видео, то оно есть по ссылке в описании. Но сегодня поговорим о самых простых вещах. Чтобы научить Чихуахуа команде сидеть, возьмите в руку кусочек лакомства, покажите, дайте понюхать. Собачка должна знать, что у вас там находится. Правой рукой нажмите на заднюю часть туловища собаки, стараясь ее усадить, если она не садится. Скомандуйте сидеть. Села? Похвалите, дайте лакомство. Повторите 5-6 раз. После того, как ваш питомец начнет садиться сам, не показывайте вкусняшку ему. Дайте команду сидеть, села покормите, не села лакомство не давайте. Впоследствии, когда дома уже будет все получаться, пробуйте выполнять эту команду на улице, где много отвлекающих факторов. Исполняем команду лежать. Сначала скомандуйте сидеть. Возьмите кусочек лакомства и протяните его собаке так, чтобы она тянулась вперед и немного вниз. Командуйте лежать. Нажмите ей на холку, стараясь уложить, если она не ложится сама. Легла? Похвалите, погладьте, дайте лакомство. Затем команды можно чередовать, чтобы лучше запоминали сидеть, а потом лежать. Снова сидеть и лежать. То же самое лучше тренировать еще и на улице. Не забывайте повторять все по нескольку раз, чтобы собака запомнила. Итак, команда дай лапу. Будьте поближе к собачке, произнесите команду дай лапу и сами возьмите в руку лапку собачки. Похвалите, погладьте, дайте подкормку. Чихуахуа очень быстро понимает, что надо делать. Повторяйте все по нескольку раз. Мы с Сейвоном уже научились командам дай лапу, дай другую и дай пять. Это основные три команды, которым обычно хотят научить Чихуахуа. Но есть еще много других. Если вы хотите посмотреть, как кроме лежать, сидеть и дать пять, я исполняю команды. Иди сюда, заходи, выйди, иди к себе, нет, прыгай, поехали. Туалетик, иди рядом, ждать, и просто тренируюсь бегать с горки и залазить по лестницам, то смотрите мое следующее видео про команды и дрессировку. Оно появится на экране или по ссылке в описании. Спасибо за внимание, с вами была Чихуахуа Софи. Задавайте свои вопросы в комментариях и расскажите, что уже умеет ваш Чихуахуа. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте, ссылки есть в описании и будет вам счастье. К себе. Ага, поняла. Эйвен, к себе. Сделаю вид, что не понял. Или я правда не понял. Повторите, пожалуйста.